Здравствуйте! В сегодняшнем видео пойдет речь о том, как создавать программы для адресных припоров монитор А. То есть при помощи программы монитор А для тироса А адресного. Начнем мы с простого проекта, точнее, с того проекта, который рабочего, который уже стоит и запрограммированный в один из приборов, который у нас уже школой, ну, нашей фирмой был поставлен на одну из школ. Тиросы А программируются прекрасно и вручную, но в основном лучше я советую делать это посредством вот такой вот программы монитор А. Вход в программу осуществляется двойным кликом, нажимаем на ее, появляется заставка, которая тут же исчезает. И появляется такое вот окно, которое предлагает вам войти как оператор или как админов АС. Берем админов АС и здесь код доступа ставим единицу по умолчанию. Это можно изменить, но в принципе нам неинтересно здесь менять. Скорее всего, эта программа предназначалась и как пульт наблюдения, через интернет подсоединяются вот эти все приборы. Но не об этом, а о том, как здесь, сейчас пойдет речь в этом видео, о том, как создать субпрограмму для прибора на конкретный объект. Вот, возьмем сейчас, откроем проекты, у нас есть школа, допустим, образцовый проект, вот есть рабочая схема. В данный момент она работает прекрасно, сбоев пока не наблюдалось. Что мы видим на конкретном, вот, так сказать, дерево системы. Дерево системы в этой программе, оно отображает, какие датчики и какие устройства подсоединены к террасу адресному. То есть, для тех, кто не знает, террас адресный, вот он внешне в таком корпусе, в белом ящике, продается, так сказать, поставщиками. Внутри квадратная платка основного блока управления прибора контрольного тела ТРСА. А подключение датчиков дымных и других устройств, ручных оповещателей происходит посредством вот таких вот МР модулей. В данной программе, их тут два. К ним подсоединено вот столько вот датчиков и столько вот ручников. Амейра имеет у себя выходы на оповещение. Четыре релейных и четыре транзисторных выхода с открытым коллектором. Здесь они все вот показаны, открытый коллектор зоны. И подписаны каждая из зон. И также к адресному кольцу у каждого МР есть свое адресное кольцо. То есть, допустим, ставится прибор ТРСА на первом этаже один АМР-01, допустим. И у него есть первое кольцо на первый этаж. Второй этаж у школы, допустим, подходит через сканшину, связь к вот этому АМР-02. И у него второе кольцо свое. Советуется использовать кольца в подсоединении адресных шлейфов. И только так, ни лучами, никаких лишних ответвлений, использовать специализированный кабель. То есть, огнеупорный сигнальный кабель. Конечно, немного это затрудняет. Немного по расходу больше кабеля получается, если делать кольцом полноценным. Но зато вы будете уверены, что через пару месяцев у вас не отпадут, не поисчезает пару датчиков. То есть, бывали случаи, когда отдают субподрядчикам, а те там, ну... А субподрядчики делают систему так, как им дешевле и проще дотянуть кабель. Иногда допускают много лучей, много различных кольцов-кольцей и всякое такое. Ну, что даже известно только им. Вследствие чего через месяц-полтора отваливаются 100-200 датчиков и начинаются нарушения и сбои в работе системы. Но не об этом. Для того, чтобы система работала правильно, недостаточно просто подсоединить и прописать вот здесь вот серийные номера датчиков и модулей, которые вы подсоединили к каждому АМР. Ах да, у каждого АМР перемычками устанавливается вот этот вот номер. Внимательно, когда будете получать эти АМР, прочитайте инструкцию по установке этих перемычек. Там все просто, в принципе, найду. Ну, упомянул. Иначе эти перемычки адреса дадут неверный адрес программе и можно будет запутаться. Особенно, если они будут одинаковые. То один будет пропадать, другой будет появляться. Ну, чтобы такого не было, нужно внимательно выставить перемычки адресов на коншине. То есть, они между друг другом, вот основной блок и АМР, и общаются по коншине. А датчики с АМР общаются по специальному адресному кольцу. Ну, для того, чтобы система адекватно работала, нужно еще сделать дерево зон и каждую зону назвать. То есть, холл, допустим, столовая, подсобные помещения, библиотека. То есть, для того, чтобы система знала, в каком из помещения, точнее не система, а операторы или те, кто будет обслуживать эту систему, точно знали, в каком месте будет, ну, произошло возгорание или сработал тот или иной датчик. И к каждой зоне приписывается один из выходов АМР-ов. То есть, видно, что коридор-фасад, у него выходы приписаны к этой зоне. И вот АМР-01, СД-1, СД-2, СД-4 и АМР-01, выход-01. Это на звуковой оповещатель Велес. То есть, вот этот открытый коллектор. 0-1, 0-1. Это вот этот вот. И он помечен. Итак, они все приписаны, вот эти вот выходы, каждый из зон. Лучше это все создавать в менеджере групп. То есть, это все делается вот так. Группа. Так, стоп. Допустим, спортзал второй. Ну и туда. Приписываются и закидываются группы. Ну, вообще, конечно, в этом проекте есть маленький недостаток. Здесь, как видите, по группам он не разбит. То есть, удалить группу. Мы сейчас сделаем вот так вот. Группа, первый этаж. Так. Первый этаж. Ок. И туда мы закинули вход в холл. Ну, допустим, вот это тоже туда закинем. Административные помещения. И сюда кидаем новую. Второй этаж. Главный корпус. Система не дает больше печатать. То есть, тут есть ограничения. Ок. Ну, допустим, мы это накидали. Нет. Коридор, фасад, первый этаж. Мы это закинем сюда. Коридор правого. Сюда закинем, добавим. Тут тоже первый этаж добавим. Медсестра у нас будет, допустим, на втором этаже. Кабинет там. Один, один, один. Это сюда. Два, один, первый этаж. Первый этаж. Все в первый этаж. Все это в первом этаже. Все остальное закинем на второй этаж. Ну, допустим, она у нас там располагается. Если честно, я уже не помню, где там что она располагается. Допустим, создадим еще здесь другое помещение. Так, правое крыло. Так, окей. Химия, подсобка. Так, автархив второй. Второй этаж. Так. 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 Ну вот, вот так вот, окей, сохранилось, зашилось, то есть, что это даст? Когда будет идти сигнал тревоги, будет идти прямое и четкое оповещение, в каком именно этаже, в каком корпусе у вас произошло возгорание, или сработал какой-нибудь из этих ручников. То есть, в системе мало того, что вы просто добавите серийные номера. Потом еще создаются зоны, дерево зон, оно, допустим, очень простенько здесь создается. Нераспределенные зоны выбираете, вон зона 10, переименовать, F2, допустим, у нас спортзал 1, нет, 2, у нас там был 2. Окей. Сюда, допустим, мы... Да не тут нажать надо сейчас, вот сюда. Тогда лучше так, вот адресный блок и управление адресные компоненты. Сюда просто добавим несколько модулей. Допустим, у нас AM4 будет модуль. Количество 1. И через него, через AM4, в систему мы добавим неадресные модули. То есть, система PUIS. Систему пожаротушения. PUIS TRS-1. То есть, там будет, допустим, стоять арматура, пожаротушение, бренд какая-нибудь или еще какая-нибудь другая, какую вы нашли там, или по проекту. И запрограммировали ее на сработку. Все. Это в спортзале. Ну, обычно в больших помещениях порошковые ставят бренд пожаротушения. Теперь берем вот это все счастье, перетаскиваем сюда. То есть, вот так вот. Берем. Выходы 1.6. PUIS. Зона. Зона, да. Нанимит свою зону. Так, как же там? Так, стоп. Все, вот. В случае оповещения. То есть, система в случае срабатывания тревог где-либо. Еще желательно, конечно, специальные вот. Извещатели адресные поставить. А лучше не адресные, на PUIS. Которые будут его запускать. Так, они лучше отсюда. Желтенькие. Чпок. Допустим, два. Два выхода, два хода. Ну, они к PUIS-у подсоединяются посредством зоны, ну, зон обыкновенных, стандартных. И в случае ручного запуска PUIS начнет их тушение. В случае срабатывания общей пожарной тревоги по вот такому проекту начнется пожаротушение. PUIS запустится. Но, как правило, пиропатроны блокируют. То есть, дорого будет ложная сработка, если какой-то школьник, допустим, это дело, ну, просто ручную сработку сделает. И весь спортзал засыпет порошком пожаротушительной смеси. Ну, это лирика. Там есть задержка. Просто нужно объяснить, не удалять пиропатроны. Объяснить завхозу, как вовремя сработать или с тренером, что ли, в спортзале. Как отключить, ну, выставить задержку на PUIS и как сделать сброс или отмену пожаротушения. Ну, и несколько минут задержку на срабатывание. То есть, я думаю, понятно. Загрузка Так, чтение, чтение. Загрузка конфигурации может производиться в файл или в прибор послезон USB этого кабеля. Думаю, кому-то это все было полезно. То есть, вот эти все теоретические выкладки, так сказать. И, может быть, кому-то это пригодится. В любом случае... Ну, на монтажах, если с PUIS, то пиропатрон капсула отсоединяйте в любом случае. Только уже, когда удостоверитесь через месяц в стабильной работе системы, то тогда он и подсоединяется. А пока там, при демонстрациях и тому подобное, ложных срабатываниях, обкатке системе, так сказать, месяца два это проходит месяц, то пока пиропатроны отсоединяются. Система очень проста в конфигурировании и настройке. И, если правильно выполнить, так сказать, все это конфигурирование, система функционирует безупречно. Я считаю, это одна из наилучших систем адресного пожаротушения, ну, выпущенной в Виннице. Есть, конечно, еще и новые системы, но о них не в этом видео. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Всего хорошего, до скорого.